Эта анимация была практически незаметной. Вот здесь вот появилось слово обновление, и появилось два вот этих вот процессора. Давайте, чтобы вы не понимаете, сделаю еще один раз. Вот они появились. Дело в том, что процессоры Vesmer EP — это кодовое название для процессоров, сделанных на базе 32-мм технологии. Мы планируем их сделать с минимальными отличиями от текущей платформы. Это будет тот же самый сокет, это будет тот же самый чипсет. И что это означает для нас с вами? Это означает, что минимальное время валидации, минимальное время проверки, минимальное время представления нового продукта с того момента, как появились образцы этих продуктов, до того момента, как уже можно отгружать готовыми системами. Ну и, грубо говоря, во многом для наших заказчиков, которые делают уже какие-то аппаратные решения, это будет означать очень быстрый переход от той платформы, которые имеется сейчас в новой платформе уже с более высокой такой частотой, как вы можете себе представить, потому что это характерно для любого перехода на новый цеппроцесс. С более усложненными ядрами наверняка там будет больше вычтительных ядер, скажем так, больше ядер, наверное, больше вычтительных ядер, а больше опиротных, конечно, преобразуется больше производителей. Ну и в том числе, если посмотреть на эту платформу, я хотел бы обратить ваше внимание вот на твердотельный накопитель Intel, который здесь обозначен, и мы потихонечку перейдем именно туда, в сферу твердотельных накопителей аппарата. То есть где-то почти ровно, наверное, год назад мой коллега Сергей Лисов, который сейчас работает в другой стране, сделал здесь детальную презентацию про твердотельные накопители Intel SSD, рассказывал про технологии производства, про MLT, про SLS в киске. Ну и, скажем так, ничего нового, или там особо ничего нового по поводу того, чем же SSD лучше, чем традиционный накопитель, я, наверное, творить не буду. Я думаю, что это обозначено здесь на слайдах, но что хотелось бы сказать относительно изменений произошедшихся в этот год. Когда мы обсуждаем вот как раз-таки появление нового продукта, большее количество жалоб относительно твердотельных накопителей мы получили относительно его цены. И вот я должен сказать, что вчера, готовясь к этой презентации, я посмотрел рекомендуемые стоимости отгрузки, посмотрел пресс-релизы за прошлый год и пресс-релизы за текущий год, совсем недавно в третьем квартале, полном и пресс-релиз. Так вот, когда твердотельный накопитель для массовых сегментов, 80 гигабайт МЛС, выходил на рынок, рекомендуемая стоимость на него была 599 долларов. Привозу к документу, в фактах от них чуть-чуть, как на стандартах пишет пресс-релиз. Совсем недавно произошел переход на новую технологию производства МЛС дисков, то есть сейчас это не 50 нанометров, а 34 нанометров. И, должен сказать, что последняя рекомендуемая цена на твердотельные накопители того же самого сегмента рынка, того же самого объема, составляет чуть больше 200 долларов. То есть, видите, довольно серьезно сократился ценовой диапазон с почти 600 до чуть больше 200, что означает, что технология идет в массы и становится более и более доступной. Я думаю, что большинство детских и здесь присутствующих не мыслит категорами одинных дисков. Вы наверняка мыслите более крупными масштабами, масштабами класкеров, и давайте не будем мелочиться и попробуем набить целую стойку с традиционными дисками и SLD-дисками для того, чтобы посмотреть игру на контраст. Ну, если, а я опять-таки хочу повториться, что это, скажем так, не практический, а теоретический эксперимент, да? Я уверен, что никто из вас разумеет стойки набивать жесткими дисками и стандартными дисками не будет, но для того, чтобы посмотреть на цифры, чтобы они были более впечатляющими, давайте посмотрим вам все это. Предположим, что мы набили, давайте посмотрим, да, какие характеристики. Если мы будем брать непосредственно уровень стойки, вот для тех, кому интересно, то эти цифры обозначены здесь. Первое – это операции ввода-вывода. Второе – это устоявшаяся пропускная способность, так называемая «состейн-бензи». Далее у нас идет энергопотребление и емкость. Ну, разумеется, у каждого из этих подходов есть свои плюсы. Здесь мы видим, что где-нибудь съемка есть больше, да, здесь она меньше. Но если посмотреть на все остальные характеристики, и опять-таки взять стойку, в 115 раз выше количества E-OPS, так называемых, да, операции ввода-вывода за секунду. Пропускная способность, установившаяся, да, в 3 раза выше. Электрическая мощность – меньше в 5 раз. Ну, в том, что есть, опять-таки, мы просто посмотрим на характеристики потребления. Вы увидите, что на уровне одного действия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!